Вот так быстро, легко и непринужденно прошла церемония открытия спартакиады в легкоатлетическом манеже. Несколько эстрадных номеров – приветствие заместителя председателя облсполкома Вадима Ольшевского и мэра города Бреста Александра Рогачука, которые на этот раз были не в строгих костюмах, а в спортивной форме, тем самым показав, что лично примут участие в соревнованиях «Вертикаль-2022» и старт в спартакиаде дан. Областная спартакиада органов-работников «Вертикали» проводилась, последняя завершилась в 2017 году. Традиция эта возрождается, она проводится в рамках популяризации здорового образа жизни. Я думаю, что мы будем продолжать, есть зимние виды спорта, летние виды спорта, дальше будем идти однозначно по этой теме заниматься. Команда Брестского горосполкома, команда спортивная, но о шансах на победу Александр Рогачук высказался достаточно дипломатично. Мы, конечно, понимаем, что мы принимаем все делегации области и по законам гостеприимства мы должны вроде как выступать, но мы намерены дать результат, показать планку результата. Вместе с тем, если у нас будет второе место, мы тоже не будем сильно возражать, поэтому рады, настроены, хорошо. Брещина всегда считалась спортивным регионом, кузницы спортивных кадров. Но не только атлеты могут показывать хорошие, достойные результаты. Есть порох в пороховницах и у наших руководителей. На этот раз спортивных энтузиастов на вертикале собралось более 300 человек. Каждый из них соревновался в различных видах спорта. Кто-то в шашках и шахматах, кто-то в баскетболе, мини-футболе и плавании, волейболе. А кто-то и вовсе показывал меткость в стрельбе из лука, пневматического пистолета, винтовке и дартсен. Надо двигаться, надо жить, надо за собой следить, надо понимать, что без спорта ты просто зачахнешь. Старт областной олимпиады был дан сразу по нескольким видам спорта на различных спортивных площадках города Бреста. Зачеты были как командные, так и индивидуальные. Председатели, горы, исполкомов и руководители силовых структур области испытывали себя на меткость в стрельбе из винтовки, пневматического пистолета и, конечно же, из лука. Кому-то покорилась мишень, кому-то нет, но победа всегда за сильнейшим. Глава городской вертикали Александр Рогачук внес значительный вклад в копилку своей команды. Именно он занял первое место в стрельбе из лука. Кстати, эта дисциплина впервые была включена в программу соревнований. Возглавляя Федерацию стрельбы из лука, конечно, очень люблю стрельбе из лука. И это самый колоритный, но очень непростой, между прочим, вид спорта. Можно сказать красиво, что типа все силы отдаю работе, но поверьте, что иногда просто есть обыкновенная человеческая лень. И надо тоже уметь себя побеждать и не оправдывать свое нежелание заниматься спортом, банальными, как говорится, какими-то вопросами человеческой лени. Поэтому хорошая школа, хорошие мероприятия вертикали, чтобы мобилизовать себя на занятия спортом, на активную физическую форму, которая в итоге будет способствовать эффективной и результативной работе. Признаю, что планирую очень серьезно заняться стрельбой из лука, чтобы показывать результат на уровне какого-то разрядного мастерства, потому что колоритный, интересный. Несмотря на то, что участники все люди солидные, при должностях и чинах, как болельщики они себя показали с суперстороны. Болели, как настоящие фанаты. Плавание. Этот вид спорта требует немалой подготовки, дисциплины и, конечно же, удачи. И каждый справился на отлично. Драгичнее у нас имеется бассейн. Команда готовилась, проводили тренировки, поэтому я думаю, что команда в целом будет готова для проведения соревнований. Надеемся, конечно, еще на удачу. Конкуренцию я ощутила во время заплыва, когда я увидела ноги впереди плывущего. И, знаете, когда видишь ноги впереди плывущего, начинаешь уже усиливаться и ускоряться. Скажу, что видно сразу, кто когда-то занимался спортом, у кого есть даже спортивный разряд. Но также видно людей тех, которые просто любители здорового образа жизни, любители плавания. И они сегодня не профессионально, но очень старательно и очень технично, практически как в книжках плыли. Скорости немножко не хватает людям, но они стараются. Такие виды спорта, как волейбол и баскетбол, очень демократичны. Здесь в первую очередь проявляется командный дух и воля к победе. Но чтобы показать достойный результат, нужны, конечно же, тренировки. Команда готовилась еженедельно. Были организованы тренировки по баскетболу. Ходили, тренировались. Команда у нас сплоченная. Надеемся, конечно, на победу на третье место. Хотелось бы. Но мы верим в то, что мы победим. Вообще в Брестской области, скажем так, были команды, наверное, только 3-4, где играла девушка. У нас в составе в команде я. Да, были у нас ошибки. Кто не ошибается, не проигрывает, конечно. Но будем надеяться, что в этой игре у нас ошибок не будет. На сегодняшний день действительно достаточно высокий уровень показывают государственные служащие, которые приехали сюда посоревноваться между собой. Идут такая серьезная, здоровая конкуренция, баталии получается. Все хотят победить и добиваются хорошего результата. Показатели уровня очень высокие. Такие мероприятия действительно проводятся для того, чтобы это показать, что пример, что нужно заниматься спортом, потому что на сегодняшний день здоровый образ жизни. Мы сидим очень много в телефонах, в компьютерах, получается. И очень хорошо заниматься именно игровыми видами спорта и стрелковыми подготовкой. Это очень важно. Мы болели, конечно же, за брещан. И как следствие, команда Брестского горисполкома заняла призовые места в следующих видах. Стрельба из лука – первое место. Дартс – первое место. Волейбол – второе место. Шашки – второе место. Футбол – третье место. Плавание – третье место. А вот в командном зачете первое место заняла команда Брестского облсполкома.